Итак, приветствую вас, друзья! Сегодня мы находимся с вами в главном меню Dark Souls 3. Да, это неожиданно, потому что я обещал рандомайзер мод на вторую часть, но сейчас я буду вам кое-что объяснять. Итак, во-первых, мне стоит создать персонажа. По названию этого ролика вы уже понимаете, о каком моде сегодня пойдет речь. Мод довольно древний, очень старый, который позволяет играть в WDS 3 от первого лица. Пока я создаю персонажа, расскажу вам небольшую ситуацию, которая возникла с рандомайзером на второй Dark Souls. В общем, мод оказался прикрытым. Да, так получилось, что, к сожалению, когда я смотрел именно на второй Dark Souls, все работало прекрасно. Правда, иногда противники были невидимыми. И знаете что? Это оказалось основной причиной, почему Dark Souls 2 рандомайзер прикрыли. То есть, теперь остался рандомайзер предметов и рандомайзер врагов, но не боссов. Поэтому, если вы хотите прохождение второго Dark Souls так же, как с первой частью, с рандомайзером, только без боссов, напишите об этом в комментариях. Если не хотите, то я просто сделаю один ролик на эту тему. И да, это сейчас было довольно странно, что я обсуждал Dark Souls 2 видео по Dark Souls 3, но, блин, мне нужно было это сделать. Итак, друзья, прежде чем мы начнем, я заранее поблагодарю вас за ваши пальцы вверх. Не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Итак, сегодня у нас с вами мод, который позволяет поиграть в Dark Souls 3 от первого лица. Но сейчас вы скажете, что-то не так, да? Что-то явно не то. А потому что этот мод нужно настроить со включенной игрой. Вот так уже лучше, дорогие друзья. На самом деле, да, мне пришлось сделать себе персонажа еще и прозрачным, поэтому не пугайтесь, что у меня тут только щит и только меч доступен. Потому что, если вы не скроете персонажа, то, скорее всего, у вас камера будет прямо вот в центре всех доспехов, а это довольно плохо. Да, друзья, в общем, мод, как я и говорил, довольно старый. Я его впервые увидел еще у Distortion, по-моему. Такие дела. Но, к сожалению, мод, который использовал он, уже давно закрыт и прикрыт. Поэтому, так, пепельная флега, спасибо. Так вот, этот мод был закрыт, поэтому это немного другая штука, называется Challenge Mod. В общем, там есть огромное количество всякого непотребства, так скажем. Один из них, это вот этот First Person Cam. Сразу говорю, скорее всего, полностью... Так, секунду. Скорее всего, полностью проходить игру с этим модом я не буду. Потому что, ну, блин, это, конечно, новый опыт! Я бы даже сказал, слишком новый опыт. Но, знаете, все-таки с рандомайзером было бы поинтереснее. Но, к сожалению, на третий Dark Souls рандомайзер абсолютно такой же, как и на второй. То есть, боссы не рандомятся, зато все остальное, пожалуйста. Забыл, кстати, упомянуть, что во втором Dark Souls можно сделать так, чтобы боссы появлялись вместо обычных юнитов. Если вас это устроит, то тогда договоримся. Итак, у меня было такое, знаете, странное чувство, когда я увидел, что этот мод почему-то сравнивают со Скайримом. Ну, мол, типа, вау, чуваки, Dark Souls 3 от первого лица, это же теперь полноценный Скайрим. Не знаю. Я не уверен в этом на 100%. Ящерка у нас тут бегает. Но ящерку, наверное, да, просто так я не убью. Давайте просто заберем итем, который она охраняет. Блин, знаете, на геймпаде, душа путешественника, на геймпаде очень сложно делать. И, как видите, кстати, по поводу прыжков, да? Прыжки здесь, когда делаются, то есть это как перекаты в Скайриме, помните? Там камера же не тряслась. Ну, так, чуть-чуть. Вот. То есть здесь персонаж отпрыгивает. Соответственно, у вас с глазами все нормально после этого. Ну и самое главное, если вы захотите поставить этот мод на свой Dark Souls 3, желательно делать это в оффлайне. Потому что чел говорит, что с модом может возникнуть проблема, если вот вы будете играть в онлайне. Но не то чтобы с модом. Вас просто могут забанить. Зато, кстати, можно поделать кучу крутых скриншотов. Только оружие нужно будет снять, потому что в Dark Souls 3 это действительно легально еще поделать. Ладно, поехали. Значит, первый костерок. Слушай, а когда около костра садишь, ты тоже, я так понимаю, камера от первого леса будет? Или отдых один? Не помню, чтобы я это получал. Ладно, поехали. Значит, нам нужно сейчас добраться до первого босса, сразиться с ним и немного побегать по миру. И я думаю, что, в принципе, на мод мы более-менее насмотримся. Ну, слушай, довольно сложная штука. То есть, я говорю, для людей, которые уже переиграли, там, не знаю, часов 200 плюс в Dark Souls 3, это и правда будет новый опыт. Чисто считай, что ты просто в VR играешь в эту игру. Правда, я не помню, есть ли вообще Dark Souls VR-версия, но, по-моему, нету. Но считайте, что вот это вот она. Итак, дамы и господа, вот у нас с вами первый босс. Ой, я не уверен, что я смогу его выпилить с модом от первого лица, но я попробую. Итак, господин судья Гундир, поехали. А, блин, надо сначала меч вытащить. Ну, давай, хорошо. Значит, меч вытаскиваем с него. Да, руки здесь, к сожалению, отделены от всего тела. И теперь можно гасить его. Правда? Да. Теперь можно гасить его. Уважаемый судья Гундир, пожалуйста, отваливайтесь. Итак, это будет сложно. Вау! Знаете, что тут конкретно сложно? Ты не понимаешь, до какой дистанции он может достать. Так точно. И у меня тут, к сожалению, этот автозахват цели работает, но я реально без него не могу. Слушайте, вау! Мне нравится эта драка. Это реально круто выглядит. Слушай, до какой дистанции он тут вообще достает? У него вот эта алебарда, она реально огромная. Так, и главное не давать ему себя схватить. И, кстати, знаешь, что самое интересное? А я могу автозахват цели вырубить, потому что здесь наводка не работает с этим модом. То есть, вау! А я не знал, что он достанет до меня. То есть, короче, здесь наводка не работает на цели. Здесь тебе приходится самостоятельно долбить его. В общем, его нужно долбить до момента, пока из него не вылупится вот эта вот штука, как ее, бездна или как ее там. Я согласен, народ. Да, на геймпаде такое себе, конечно, на это все смотреть. Во, бездна скверно поперлась. Вот сейчас этот босс будет в миллиард раз сложнее, я говорю вам сразу. Я не знаю, его атак за бездну. Я, по-моему, раньше просто по приколу танчил. Это благо этот комплект рыцаря помогает это сделать. Судья, отваливайся. А, слушай, так он вообще, ну, он нулевый. Типа, блин, его просто обходить можно. Из равновесия его вряд ли здесь выбишь. А вообще, кстати, по-моему, именно в третьем Дарк Соулсе с равновесием какая-то хрень, да, с балансом. То есть он тут, ну, нарушен. Так, ладно, он почти готов уже. А-а-а-а-а. Вау, с первого раза попилил его, нормально. Но это было сложнее, чем в оригинале бы я это делал. Итак, витой меч доступен, дамы и господа. Отлично! И человечность дали, которая здесь уголь называется. Так, ладно, окей, пошлите дальше. И да, самое главное то, что... Вот жалко для третьего Дарк Соулса нетронмайзера. Я надеюсь, что его когда ему сделают таким же, как для первой части. Ну, блин, чел сказал на Нексусе так. Я не хочу оставлять там Дарк Соулс 2 рандомайзер. Ну, именно с боссами, да? Потому что враги невидимые. А фиксить баги мне лень. В итоге есть рандомайзер, который на боссов и на НПС просто не влияет. Так, мы с вами находимся в Храме Огня. Наверное... Слушай, а если я на клавиатуру, например, пересяду? О, ё-моё, что с чувствительностью? Ну да, с клавиатурой, наверное, тут было бы попроще играть. Правда, я вообще управления не знаю. Поэтому, ладно, возвращаемся. А, по-моему, здесь должен быть ещё какой-то чел. Бешеный. Это вот он, да? Да, это по-любому он. Короче, я помню, он бешеный и полый. И я его, помню, пилил очень долго изначально. Да-да-да-да-да-да-да. Не, братан, знаешь, иди-ка ты нафиг. Я, пожалуй, это... Развернусь и уйду просто от тебя. Так, попрыгали дальше. Короче, просто в Храм Огня попрыгали, да? Уголь найден был. Ну, уголь это круто. Но, скорее всего, до второго босса народ я не дойду. Потому что там нужно будет всё пробегать. А там и виверны, и миллиард противников, и, короче, прыжки, и всё такое. Поэтому мы просто с вами посмотрим на оставшиеся локации, которые остались. Привет, хранительница огня. Теперь мы можем, наконец-то, её рассмотреть и пофоткать по-всякому, да? Прикоснись к чему-то там. Так, давайте левел себе сделаем. Ну, ладно, этот сейв... Давайте будем чисты, да? Этот сейв я уже, наверное, не буду использовать. Просто всё в ХП вливаем и вливаем отсюда. Вставляем витой меч. Не, ну, конечно. Это реально забавно выглядит. Но, поверьте, народ, если бы я пустил вам доспехи, вы бы просто... Я не знаю, вы бы просто глаза стали протирать постоянно, что... Камера находится просто в теле главного героя. Ладно, хорошо. Высокая стена лотрика. Нам туда. Погоди-ка. Это вообще та локация, или... Я что-то путаю. Нам же сюда, да, получат? На, ну да. Всё, окей. Я просто забыл, где тут именно спавны у этой высокой стены лотрика. Да, вот она. Вау, какие... Какие прекрасные виды здесь открываются, да, дамы и господа? Превосходные. И знаешь, есть ведь люди, которые проходили полностью игру с этим модом. Я пока наслаждаюсь только видами. Хотя, с другой стороны, то, что автозахват не нужно использовать, это тоже здорово. Потому что иногда он раздражает, когда переключаешься. Что камера, ну, блин, она иногда отходит, когда метров на 20 от босса отбежишь или от врага. Привет. Чё мы тут отдыхаем? Неважно. Прыгаем вниз. И вот мы с вами снова сюда попадаем. Так, тут ещё псины какие-то. Слушай, погоди. А в Dark Souls 3 были пауки какие-то? Я вот, например, их не очень люблю. Если бы я, например, проходил DS2 от первого лица вот с таким модом, то на этой, на Фрея, любительницы герцога, я бы застрял точно. Потому что я пауков вообще терпеть не могу. А как бы, ну, вы поняли, что это за босс, раз уж я об этом заговорил. Ну, для тех, кто не знает, естественно. Хотя, слушай, у ворота тут нормально работают вполне. Мне бы только оружие с каким-нибудь эффектиком. Да, с каким-нибудь эффектом. Мне вот нравился, например, в третьем Dark Souls-е меч ворота, который мог замораживать цели. Он реально был классный. Вполне неплохо было с ним бегать, скажу я тебе. Ё-моё. Это скверно. Очередная скверно. Ниже и ниже и ниже в катакомбы. Блин, следующий босс будет не скоро. Либо, подожди, он либо в поселении нежити будет. А, выносливости категорически не хватает. Либо это будет ворд. Но, наверное, это будет ворд. Ну, ладно, по многочисленным заявкам я пришёл сюда сразиться со скверной. Господи, боже мой. Какой, какой ужас. Она убивает просто всех челов, которые там рядом с ней находились. Ау. Жалко только персонаж так долго встаёт здесь. Вот это, пожалуй, главный косяк. О, чёрт. Надо было просто всю броню снять, так было бы проще. Нет, пожалуйста, не бей меня. Ну. Сколько её, сколько её долбить вообще тут надо? Давай, ну пожалуйста, ну отвались уже. Да, ей насрать. Слушай, она тут буквально на два удара. Раз, два. Вот и я. Блин, эту скверну гасить довольно долго. Ну, типа серьёзно. Два удара по ней осталось, но мне просто выносливости не хватило. Ну, ладно. А я, кстати, нашёл ещё одну главную проблему этого мода. Она немного поле зрения тебе как бы расширяет. Но проблема в том, что когда ты щит на спину ставишь, он у тебя постоянно болтается. Вот примерно так же это выглядело бы, если бы я не прятал тело персонажа. То есть смотрите, вот я беру щит, вот я его убираю, и вот он болтается у меня во время бега. То есть периодически. Поэтому здесь, к сожалению, его уж придётся полностью в инвентарь убирать. Ну хорошо, ту сторону мы более-менее почистили. Обычный болт. Вот если бы у меня ещё было какое-то оружие под этим, вообще было бы здорово. Итак, поехали дальше. Значит, стена у нас продолжается в этом моменте. Здесь же у нас будет, по-моему, виверна, да? Огромная. Так, челы сразу же запереживали за свою жизнь. Кстати, того чела со скверной можно было убить ещё до того, как она поглотит его. Или, точнее, просто вырвется на свободу. Душа покинутых останков. Это всё, конечно, очень интересно, но позвольте я пробегу, пожалуйста. Спасибо, ребята. Так, здесь, по-моему, виверна должна быть. Ну, я думаю, можно её спокойно пробежать. Хотя, наверное, это не лучшая идея всё-таки. О, тут эти огромные челы с щитами. Так, до свидания. Выносливости мне более-менее в этом моменте ещё хватает. Так, ладно, лутать эту штуку я не буду. Привет, друг! Это ж ты этот, который почти недорапирщик, я бы тебя назвал. Пить и ещё прыгать. Блин, у меня всё закончилось. У меня все фляги просто на нуле. Зато, знаешь, с этим модом чисто такой паркур, паркур. Новое движение. Да-да-да. Ты просто пробегаешь через всех боссов. Ой, через всех противников. Тебе абсолютно на них насрать. И твоя основная задача это найти панцербрейхера или как он там назывался. Блин, там какой-то чувак сидит, но я его не могу достать. Ладно, фиг бы с ним. Погоди, погоди, нужно разобраться, куда идти, потому что я сейчас очень сильно провафлил. Я пробежал вообще всех, кого мог. И я уже, если честно, забыл, куда там во втором Дарк Соулсе надо идти. Ой, в третьем. Вот если без шуток говорить, то я считался самым сложным боссом в третьем Дарк Соулсе. Ну, давайте из оригинальных, да, назову. Этого Салливана. Я не знаю, как я бы с ним сражался здесь. Используем вот от первого лица. Но, блин, это было бы офигенное зрелище, я думаю. Ну что, друзья, все локации заперты, к сожалению. Не могу я просто так добраться до ворота из холодной долины. Что вы делаете? Что вы делаете? Успокойтесь, пожалуйста. Надо их, это, двоих за один удар вот так вот рубить. Во, и никаких проблем нету. Но с тебя ключ никакой не выпадет. Метательный нож с них выпадает. Там рапирщик застрял, смотри. А нет, он жив! Нормально, ты мне хп оставил, брат. А что, дальше будем делать? А? Ну, я понял, ладно. Здесь, короче, настолько странная смерть была, что у меня персонажа просто с камеры откинуло сразу назад. Мол, недостоин, братишка. Ну, слушайте, интересная довольно штука. Но, опять же, я вряд ли бы смог пройти полностью игру с этим модом. Потому что сам Dark Souls 3 проходил один раз. Да и то, это были не самые лучшие попытки для меня. А уж по луту, по оружию я тут вообще не шарю. Чисто с одним свайтхендером бегал и с этим мечом ворта из холодной долины. Просто потому, что он мог морозить противников. Точнее, дополнительно урон наносить, да, им. Как я и говорил, да, подойдет просто тем людям, которые хотят нового опыта. И у которых там миллиард часов, которые более-менее по луту шарят. Не то, что я. Например, то, что осколок титанита можно было с этого чела спокойно выудить. Ну и, я не знаю, наверное, скриншот какой-нибудь хотелось бы сделать по-хорошему. Только меч бы тоже спрятать. Так, по-моему, сейчас будет очень больно. Слушайте, хватит прятаться там за своими тьми. Что это, баклеры? Я не знаю. Прекращайте. Они, кстати, даже не парируют главного героя. Не знаю, ну, пытались бы они это сделать вообще чисто по-хорошему. Ну ладно, давайте хотя бы драку года осилим, да? Раз уж этот чел... А, у меня фляги кончились. Класс. Слушай, с этим модом фляги заканчиваются даже до середины пути до ближайшего костра. Ну давай, братан. Разводим его на атаку. Еще на одну и еще на одну. Блин, вот в этом Дерек Солсе три противники вообще тебя не щадят, конечно. Но при этом ты можешь больше перекатываться. Бладборн, блин, какой-то... Аааа, пожалуйста, не убивай. Ааа, по нему опять один удар оставался, как в случае с челом со скверной. Ну ладно, это, в принципе, было не так уж и плохо. Я уже получил свою тонну удовольствия от этого мода. Думаю, с этим можно заканчивать, потому что... Ну, больше смотреть, в принципе, не на что. А, единственное я могу вам показать. Да, я знаю, что у вас сейчас нет звуков игры. Что будет, если не скрыть тело главного героя. Сейчас, вот, видите? То есть, ты просто заходишь в игру, ты вот эту функцию врубаешь, и... Вот ты смотришь на это вот. То есть, камера вроде как закреплена за спиной главного героя. Но, блин, ты находишься внутри его полого тела. Так что, вот такие дела, дамы и господа. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился видеоролик по данной модификации. Честно говоря, давно хотел на неё посмотреть. Отдельный респект Дисторшну за то, что когда-то выпал у меня в ленте с этим модом и полным прохождением DS3. И спасибо какому-то неизвестному челу, который дал ссылку на работающий мод от первого лица. Потому что старый уже не действительно собачка, не надо этого делать. Ну а с вами был Спектр, всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вы оцените данную серию пальцем вверх и подпишитесь на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Давайте решать проблему с DS2 рандомайзером в комментариях. В общем, если всё устроит, будем проходить игру таким образом. Всем желаю удачного дня и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok